Развитие военно-патриотического и волонтерского движения, трудоустройство молодежи и поддержка молодых семей. Это основные направления работы Комитета по делам молодежи Волгоградской области на ближайшую перспективу, озвученные руководством ведомства в ходе отчета перед губернатором и членами экспертного совета. В областном комитете по делам молодежи сейчас активно работают над созданием долгосрочной целевой программы патриотического воспитания. Особое внимание в ней будет уделено развитию военно-патриотических клубов. Сейчас на территории области их не больше 35, но в ближайший год эта цифра увеличится вдвое. Кроме того, дополнительные усилия будут направлены на организацию летнего трудоустройства подростков и поддержку волонтерского движения. Как отметил губернатор, комитету также необходимо обратить особое внимание на помощь молодым семьям, которые нуждаются в жилье. Мы сегодня не можем сформировать хороший кадровый резерв, потому что мы не можем обеспечивать нормальным жильем. Молодые семьи, те люди перспективные, которые нужны региону, а нам очень-очень нужна молодежь. Поэтому вашему комитету, Министерству жилищного строительства, Министерству экономики, поручение лица-премьеру Крупнову, поработать и создать программу, чтобы нам в течение двух лет выйти на 1 миллион квадратных метров жилья, социального жилья, жилья низкого по себестоимости, чтобы квартира обходилась тут не больше, чем 1 миллион 200 тысяч рублей на первичном рынке. Еще один пункт отчета Комитета по делам молодежи – подготовка к празднованию 70-летия победы в Сталинградской битве. Кстати, об этом говорили на прошедшем недавно форуме «Волга-2012». В его рамках были разработаны несколько проектов по празднованию юбилея, которые получили поддержку губернатора Сергея Баженова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...